Как так получается, что когда вы спите, вы видите кристально чистый полноцветный сон? И все, что в этом сне происходит на следующий день, или на следующей неделе, или в следующем месяце, или через 10 лет, как это происходит? Подумайте об этом. Что переживает почти каждый человек в какой-то момент своей жизни, это своего рода знак, который говорит, что вы не только то, о чем вы думаете. Все, что я собираюсь сделать, это помочь вам понять, кто вы есть на самом деле, и дать вам некоторые методы, которые помогают оттачивать эту способность. Вы можете начать спрактиковать это перед сном. Когда вы сделаете это, вы будете ошеломлены тем, насколько точно вы станете получать информацию, где все вещи могут быть известны. Все может быть известно из прошлого, настоящего, будущего. Что вы только что услышали, я бы сказал, знает лишь горстка людей на Земле, даже в очень секретных областях. Я собираюсь поделиться в данный момент несколькими такими методами. Большинство людей думают об этом, но также они не верят в то, что могут это сделать. И это изначальное программирование себя на провал. Так что мы хотим сделать, это ударить по кнопке сброса, перепрограммировать себя на успех. Вы знаете, все, что я собираюсь сделать, это помочь вам вспомнить, кто вы есть на самом деле. И дать вам некоторые методы, которые облегчают оттачивание этой способности. Это все, что я могу сделать. Остальное вы делаете сами. Сейчас я делюсь с вами ключом к пониманию психологической и даже физической динамики сознания и нелояльности. И как это может предоставить способность быть провидцем отдаленного места или отдаленного времени в будущее. Все это легко достижимо, если вы понимаете науку и фундаментальные знания о сознании, его природе. Вы не только то, что вы думаете, что вы заперты в рамках вашей физической формы. В это время, в месте, где на самом деле вы связаны в сознании, с каждой точкой в пространстве и в каждый момент времени. Это работает прямо сейчас, но не только назад, но и наперед, что является удаленным просмотром в будущее. Это что-то, что, к сожалению, отчасти относится к мистике. И многие думают, что ты должен быть кем-то, живущим в течение 50 лет, чтобы самому испытать этот миф. Я думаю, церковные и духовные лидеры, и, к сожалению, многие из моих научных братьев, распространили информацию о том, что это проклятая ложь. Вы не должны быть в какой-то эзотерической аскетической обстановке, чтобы получить опыт. Это то, что мы должны начать выходить за рамки со своего рождения. Словно обезьяна на наших плечах говорит, «О, я просто немой, и просто застрял здесь, на земле». И вы просто говорите это себе. Эту ложь снова и снова. И это становится вашей собственной судьбой. Потому что если у вас есть другое понимание того, кем и чем вы являетесь, вы сознательны. Вы способны соединиться с областью сознания, которая находится за пределами пространства. И время – причина того, что более глубокие структуры разведывательного сообщества не хотят, чтобы общественность знала. Потому что, прежде всего, это очень эффективный шпион. Они не хотят, чтобы другие это имели. Во-вторых, они знают, что если люди поймут силу сознания, они смогут полностью изменить направление планеты. Вы сможете увидеть любое место в любой момент времени. Когда вы сталкиваетесь с пониманием, что это ваша врожденная способность, как высшая разумная сила, как только вы достигнете критической массы интеллекта и сознания, вы поймете это и начнете регулярно видеть отдаленные места и отдаленное время. Я думаю, что вы должны начать думать о том, как можете руководить своей жизнью, своими отношениями на работе, и в семье можно ориентировать очень интуитивно. Те из вас, кто критичен, помнят, что есть наука и есть объективные знания, интеллект, а затем есть сознание, которое может чувствовать и знать. И если вы развиваете эту способность, вы спасете жизни. И в вашей повседневной работе, кем бы вы ни были, если вы учитель, и вы имеете дело со студентом, интуитивно понятно, что нужно этому человеку, и что нужно вам. Чтобы научиться следовать этому, будьте со мной на мгновение. Но я бы хотел это сделать сейчас. Это просто эксперимент, проводящий вас через эти шаги. Вы сможете сделать это дома, если находитесь в группе трех или четырех человек, которых вы знаете. Возьмите коробку или корзину. Один человек выходит из комнаты и кладет в нее любой предмет. Другие об этом не знают. Теперь вот шаги к нему. Шаг первый. Делайте это не просто на лету. Мгновенно вы выходите в это тихое состояние медитации и забываете о цели, что ваш удаленный просмотр просто придерживается процесса переживания бодрствующего ума и делать технику медитации, используя легкость техники дыхания или мантры, или и того, и другого. Ваша цель, когда вы находитесь в глубоком тихом состоянии, не гадать, что в коробке. Просто позвольте своему разуму отдохнуть и попросить узнать, что там. Вы можете увидеть это, вы можете получить слово. Для этого вы можете получить часть этого. Главное, чтобы не интеллектуализировать или просто гадать, как какой-то цирковой трюк или игра в детский сад. Это то, что делает большинство людей. Так что вы должны быть честны с самими собой. Я чувствую это. Или я просто догадываюсь сейчас. Первоначально вы можете не понимать, что собираетесь делать, потому что разум начнет тянуть во всех видах вещей другое, чтобы понять, что это. Это то, что делает ум. Вот трюк. И это настоящее искусство и наука об этом. Когда вы пытаетесь почувствовать что-то, вы начинаете получать то, что является точной, объективной точкой зрения дистанционного наблюдения. И тогда ум начнет делать обезьян. Вещь и скачок впереди процесса простого ощущения и знания, что это такое. Заполнение пробелов из вашей исторической памяти. Как вам различать и различать практику, практики, различия? Потому что, чем больше вы практикуетесь, тем больше вы понимаете. Когда вы делаете достаточно часто эту технику, которую я просто описал с помощью коробки или чего-то еще, где вы не знаете, что это, начинайте чувствовать, что в вашем сердце, внутри вас. Когда это будет точным восприятием, вы будете знать, каково это. Когда было просто то, что твой разум начал выговаривать и придумывать время, о котором я уже говорил. ты ложишься спать, ты спишь так, словно спишь журналом. Держите что-то у своей кровати и начинайте утверждать себе, что вы можете видеть осознанные бодрствующие сновидения, и вы можете путешествовать по местам и знать многие вещи. Вы можете начать практиковать это по ночам, и как только сделаете это, вы начнете расти вверх и вверх. Я обнаружил, что если вы находитесь в очень расслабленном состоянии или даже дремаете, то вы просто намеренно входите и выходите из состояния сна или из медиативного состояния, чтобы узнать что-то намеренно, а затем просто расслабляетесь. И пусть это течет в вас и показывает путь, чтобы получить свой интеллект и эго из того, что он будет появляться таким образом. Другой вариант – это когда вы идете спать или в основном, когда просыпаетесь. Вы уходите из сна в бодрствующем состоянии. Ну, как бы в этом варианте у вас полусонное-полусонное состояние, потому что вы отдохнули в этот момент, в момент соединения между сном и пробуждением. Когда вы в состоянии бодрствующего сна, постарайтесь что-нибудь узнать, попросите что-нибудь показать вам. Попросите решить проблему, и вы будете ошеломлены, насколько точным будет решение. На практике удаленного видения каждый день, каждую минуту каждого дня быть в осознанном состоянии развиваться. По крайней мере, два-три раза в день – это практика глубокой тихой медитации, практика удаленного просмотра. вы будете ошеломлены, как быстро вы продвигаетесь. как быстро вы продвигаетесь. важный вид в маме, które вы ведете помост по оке проведоров сегодня, если все-таки помочь его Gordon, природа вы будете если что-нибудь появить. Редактор субтитров, Субтитры создавал DimaTorzok